Радио Болтком Программа «Синема» Ну и затронем такую большую тему, как коллаборации актеров и режиссеров, кто постоянно с кем работает. Если успеем, если дойдем до этого, то обязательно затронем. Ну вот, честно говоря, по-моему, таких премьер больших, я помню, что вчера... А, ну да, фильм «Нет», который снял Джордан Пилл, «Get Out» и «Ас», известный американский режиссер, который на таких малобюджетных ужасниках действительно очень прославился. Я думаю, что его фильм, он из тех режиссеров, который уже завоевал свою аудиторию, при том, что, если так говорить откровенно, у него такая очень... При кажущейся жанре ужасников, кажется, ну что там такого может быть? Но у него обычно в фильмах какая-то остросоциальная повестка, и, как правило, эта остросоциальная повестка касается жизни в Америке. То есть там афроамериканцы, вот такая тема обычно. И казалось бы, что во всем остальном мире это не должно пользоваться каким-то бешеным успехом, но, тем не менее, каким-то образом ему удается достучаться до аудитории не только американской, но и во всем мире. Вот такой парадокс интересный, и поэтому есть у него зрители, которые его, несмотря на то, что это, по-моему, третий или четвертый всего лишь его фильм, но уже стали фанатами, так скажем, и ждут с нетерпением, потому что он мастер по интригам. То есть он интригу держит, и трейлеры этого фильма тоже поддерживали эту интригу, и, соответственно, все ждут. И я думаю, что те, кто интересуется, уже купили билеты и ждут, когда смогут посмотреть и узнать, в чем же там секрет в его новом фильме. Я бы сказал, что это такой афроамериканский Найт Шьямалан. У них всегда тоже такая концовка неожиданная, которая переворачивает весь смысл фильма с ног на голову. Да-да-да. И еще я хочу отметить, что вот в кинотеатре Splendid Palace там идут сейчас летом только по одному сеансу, в таких вечерние, даже я бы сказал, уже поздние вечерние часы, там после девяти-десяти часов. И там такая интересная программа фильмов стареньких. То есть можно в очередной раз сходить посмотреть «Основной инстинкт» с Шерон Стоун и Майклом Дугласом. Покажут «Сладкую жизнь» Федерико Феллини, еще более такой древний фильм для эстетов-любителей. «Амели» 12-го числа будет и 13-го числа фильм 1966 года «Мужчина и женщина», то есть тоже такой прославленный фильм. «Ану Кэме» и Жан-Луи Трэнсиньян в фильме Клода Лилюша. Просто классика, классическая классика для фанатов. Я думаю, что кто-то наверняка заинтересуется, потому что, ну, в самом деле, фильмы очень-очень хорошие, и посмотреть их на большом экране, и, может быть, так погрузиться в атмосферу. «Сладкую жизнь» Феллини я так и не видел, кстати, на большом экране. Так что это, может быть, для кого-то будет таким эстетическим переживанием, тем более, что Феллини всегда с большим пиететом, но вот тщательностью относился к построению кадра, и каждый кадр — его просто такая очень выверенная картина. Вот. Что-то из... Ну, а если по поводу классики, просто, наверное, то, что мы не увидим в кинотеатрах, на стриминге вышло очередное продолжение франшизы «Хищник». Наверное, вот можно об этом поговорить. Да, можно сказать пару слов. Я посмотрел вчера. Да, в 87-м году вышел оригинал, и после этого я бы эту франшизу назвал такой просто не то, что несчастной, но какой-то затюканной, потому что на фоне остальных она ее очень сильно колбасит, эту франшизу. То выходят хорошие фильмы, то откровенно плохие. Вот. И новый фильм под названием «Добыча», наверное, ты согласен или нет, можно отнести, в принципе, к удачам для франшизы, мне так кажется. Более-менее, да. Ну, именно вот такой, ну, середнячок. Я честно скажу, что я небольшой фанат франшизы, я очень хорошо помню первый фильм «Хищник», где как раз было построено очень многое на том, что этого хищника невозможно было убить современным оружием, то есть у него там полили из всех пулеметов автоматического оружия, а выяснялось в конце, что его можно убить только вот при помощи там стрелы, копья, то есть вот как вот старым дедовским способом. И Шварценеггер как раз-таки, ну, герой Шварценеггера, понятно, он пытался вот использовать эти подручные материалы для такой финальной схватки. И поскольку действие перенесено в начало XVIII века на территорию, на которой живут индейцы, кстати, по-моему... Племя Каманчий, поэтому все пишут о том, что это первый фильм, который продублирован на язык Каманчий. Да, можно вот именно взять... Каманчий счастливый, все резервации, наверное, ходят на этот фильм. И вот именно можно выбрать звуковую дорожку вот языка Каманчи, и поэтому, конечно, здесь нам показывают вот историю противостояния хищника и индейцев, то есть которые действительно с самого начала пытаются с ним бороться вот именно стрелами, луками, копьями, ножами, и вот вступать с ним в такое противоборство. И главная героиня – это девушка. Они еще решились добавить сюда тему такого феминизма, эмансипации, поскольку девушка активно очень настаивает на том, что хочет ходить на охоту вместе с мужчинами, а не заниматься собирательством, чем она тяготится. И, ну, вот здесь прослеживаются такие идеи феминизма, роли женщины в обществе, новых каких-то веяний, может быть, среди Каманчий. То есть, ну, я понимаю, что такая... И главное, что так или иначе, но удивительно то, что я читал, что по рейтингу этот фильм обскакал оригинальный фильм со Шварценеггером. Ну, насколько это действительно можно считать реальной оценкой, не знаю. Все-таки 87-й год – это очень старое, тоже классическое кино, и, наверное, там не так много оценок, каких-то критиков осталось с тех времен. Но вот сейчас как бы на этих «Помидорах», по-моему, он получил рейтинг чуть-чуть выше. На «МДБ» ниже чуть-чуть, на «Помидорах» чуть выше. Но так или иначе, это показатель того, что кино людям понравилось. Несмотря на то, что, конечно, к сценарию там есть к чему придраться, мне так кажется, к логике повествования. Но на самом деле, как я говорю, франшиза такая многострадальная, потому что, в отличие от многих, мне кажется, что те, кто… Ну, есть же какой-то владелец этой франшизы, ну, то есть так или иначе, вот те, кто как-то рулят ею. Но мне кажется, что они оставили ее, отдают на откуп киноделам, просто не глядя то, что они воротят. То есть, если мы смотрим, допустим, «Марвел», там какая-то… Есть люди, которые, очевидно, следят за стройностью логической цепочки, так скажем, всех этих огромного количества фильмов. То есть, там какая-то должна быть общая логическая линия. То есть, как-то они не должны эти фильмы друг другу противопоставляться. А здесь же идет очень часто один фильм противоречит другому и так далее. То есть, если мы помним, что в первом фильме, ну, если кто помнит, в первом фильме действие шло в джунглях Южной Америки и говорилось о том, что хищник появляется в очень жаркие годы, что ему очень нравится в жаркие годы устраивать охоту, то в данном случае действие происходит в Северной Америке и практически в достаточно холодное время года. Вот. Ну, и далее там очень много каких-то есть противоречий, которые, ну, в фильме часто друг друга не поддерживают по логике. Ну, не знаю, почему так владельцы франшизы так поступают, но им виднее, конечно. Фильмов сколько там было? Три или четыре? Плюс есть еще ответвление «Чужой против хищника» два фильма. Да, да. А первый из них тоже, кстати, был неплох, на мой взгляд. Второй ужасен. Ну, и в «Среди хищников» тоже, если первый был классический, вторая часть подкачала, Шварцеггер отказался, предчувствуя провал, видимо, отказался в ней сниматься. Ну, а дальше уже там пошло-поехало, и последний, по-моему, на данный момент, вот перед этим фильмом о хищнике был просто разгромлен, то сейчас вот удивительно, но хорошо встретили, и это, наверное, тоже неплохо, то, что франшиза не умирает совсем, но как-то трепыхается и пытается выжить. Ну, во-первых, здесь они сделали действительно такой поклон, развернулись в сторону коренного населения Америки, идеи феминизма, то есть то, что сейчас, ну, как бы приветствуется, считается такими хорошими маркерами для такого полезного кино, ну, а потом, в самом деле, они попытались, показав предысторию, как будто бы, ну, интересно поместить хищника в других условиях. Хотя я согласен с тобой, что вот в самой первой оригинальной картине там ведь вся интрига была в том, что мы полфильма вообще не понимаем, что происходит, и, ну, когда ты смотришь в первый раз, откуда, что ты постепенно по кусочку понимаешь, вот что, кто охотится, почему, и начинаешь так, ну, как бы, именно в этом была какая-то вот особая фишка фильма, что ты постепенно-постепенно принимал правила игры. А когда они уже известны, мне кажется, ну, как бы теряется прелесть и теряется новизна, ну, ну, да, вот очередной монстр, с которым можно справиться вот по таким-то правилам, и, ну, мы просто как в видеоигре наблюдаем за битвами бесконечными, и все. Ну, тем не менее, зрителям понравилось, значит, создатели неплохо постарались, там хвалят вот сцены драк и какие-то панорамные виды, то есть там Северная Америка, красивая природа и прочее. Ну, в общем, есть за что полюбить, есть за что похвалить, так что, если кто хочет, на платформе Кулу, по-моему, если не ошибаюсь, можно посмотреть. Да, и, кстати, ну, вот есть какие-то такие очень трогательные моменты, ну, по спецэффектам драка хищника с огромным медведем, это, в принципе, очень, ну, я понимаю, что все нарисовано, но нету такого ощущения, что тебе показывают мультик, это очень, ну, в принципе, вот в какой-то момент я поверил, что это настоящий медведь и что-то настоящее какое-то вот существо, то есть очень-очень хорошо сделано. И есть какой-то определенный, я бы сказал, такой юмор, там присутствует момент, когда волк гонится за зайцем, хватает зайца, а тут вмешивается хищник, который интересуется волком, скальпом волка. И потом, когда вот он расправляется с волком, этот зайчик, значит, сидит, жует травку, типа, ну, вытирает полцаба, ну, пронесло, ну, слава богу. В общем, вдруг как-то так в этом ощущается какой-то такой, ну, здоровый юмор людей, которые писали сценарий, которые вот снимали эту картину. То есть мне показалось, какие-то такие живые вот моменты, они создают вот ощущение доверия, как-то тебя вовлекают в эту историю. Ну, и что еще? Может быть, про новости какие-то. Тут есть о чем рассказать. Хотел, может, коротко про новости последней недели. Как раз, во-первых, Топган, о котором мы говорим последние несколько недель, хвалим и прочее, обогнал в домашнем прокате Титаник. То есть там 600 с чем-то миллионов у Титаника было в Америке, и Топган его обогнал. То есть еще одно достижение в копилочку Тома Круза, который, наверное, там просто пьет коктейли литрами от радости. И уже говорят о том, что, конечно же, о том, что будут продолжать эту франшизу. Ну, не знаю, пока это только разговоры, но понятно, что так просто это не оставит без внимания такой успех. Ну, и кроме самой, собственно, франшизы, посмотрев на эти все успехи, так скажем, старого кино, возрождения, уже появилась новость, что Риз Визерспун сказала, что они... Вот посмотрите, как хорошо пошла третья часть Топгана, а не возродит ли нам, мне, фильм «Блондинка в законе» и не снять ли третью часть. И, в принципе, ее фанаты закричали «Да-да-да, конечно же, конечно же, снимайте, снимайте». Очень интересно. Ну вот мне, в принципе, тоже обе части «Блондинки в законе» очень понравились, поэтому я тоже надеюсь, что третью часть снимут. Что еще? Какие у тебя, может быть, какие-то новости? У меня, ты знаешь, они в основном такие грустные, печальные. Я вот с утра уже говорил о том, что сейчас, вот я даже специально проверил на Yahoo News, заглянул, попала в автоаварию актриса Энн Хэтч. Если ты помнишь, «Шесть дней, семь ночей» был фильм, пожалуй, такой вот с Харрисоном Фордом. Это ее была такая первая прорывная роль, но, честно говоря, и самая главная, наверное. Потом она встречалась с Элен Дедженерс и открыто заявила о своей сексуальной ориентации. И Энн Хэтч попала в автокатастрофу. И, честно говоря, последние какие-то очень печальные новости о том, что ее состояние очень критическое, и ее ввели в состояние искусственной комы. Да, я читал, что, опять же, там, видимо, ну, что-то в жизни, наверное, не так все замечательно. Не все звезды Голливуда живут и радуются, как Том Круз, да? Учитывая, что Энн Хэтч, очевидно, пик славы позади, и что-то в ее жизни пошло не так. Поэтому говорят, что она ехала на огромной скорости, была пьяна, и ее автомобиль врезался в дом и загорелся. И приехали пожарные и вытаскивали ее из горящего автомобиля. То есть там очень все достаточно так жестко получилось. То есть и вытащили, она еще была в сознании, есть видео, где ее сажают в скорую, она как-то реагирует на вообще происходящее вокруг, но после этого она впала в кому, и вот до сих пор в коме находится. И неизвестно, что в результате, какие последствия будут. Ну, будем надеяться, что не фатальные, так скажем. Ну, и хотелось сказать о фатальных последствиях, о том, что вчера появилась новость о смерти Оливии Ньютон-Джон, звезде фильма «Бриолин». У нас он не очень известен. Кстати, это мюзикл такой в 70-х годах, по-моему, или 80-х. В 78-й, в 78-й, да. А, ну вот, там одна в главной роли и молодой Джон Траволта. Но между тем, в Америке это такой знаковый фильм, на самом деле. То есть такое кино, прям, можно сказать, культовое по тем временам, и поэтому Оливия Ньютон-Джон, она и актриса, и певица. То есть, ну, тоже вот, насколько я прочитал, что онкология боролась очень долго, но, в конце концов, болезнь все-таки победила, и, к сожалению, вот, скончалась актриса. Джон Траволт уже выразил большое тоже сожаление у себя на странице, написал, что мы скоро встретимся. Ну, надеюсь, не так скоро, но тем не менее. Ну, вот стала известна, в принципе, программа Московского международного кинофестиваля, в 44-й будет смотр, и интересно, что, ну, как мы с тобой обсуждали о том, что, в принципе, ведь европейское, американское кино сейчас бойкотирует Россию, и парокат закрыт фильмов, поэтому на этом фестивале очень много российских фильмов, «Сердце Пармы», значит, будет открывать фестиваль, и много фильмов из Азии. Ну, вот, в частности, кстати, ну, нет, Перу, Сербия, Китай, Шри-Ланка, Румыния, и Пак Чханук, южнокорейский триллер «Решение уйти» будет закрывать этот фестиваль. Ну, в общем, немножко изменились приоритеты, но, тем не менее, вот фестиваль состоится в любую погоду. Вот, ну, еще у меня новость, что я почитал, ну, не знаю, для меня достаточно не то, что радостная, но такая обнадеживающая, что провели опрос, который показал, что фильмы по экранизациям комиксов супергероическим начинают терять популярность. Я не хочу, конечно, сказать, что я прямо люто ненавижу экранизации комиксов. Нет, они имеют право на существование, и очень даже иногда хорошие бывают, и прочее, но меня пугает не самая экранизация, а их засилие огромное, прямо такие просто. То есть вот киноделы увидели, что это все очень хорошо зарабатывает, и начали просто вот долбить, 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 и, видимо, вот они додолбили до такого состояния, что постепенно, ну, понятно, что вопрос был в Америке, и постепенно американские зрители устали от этого жанра, и где-то на 5% упала аудитория, которая говорит, что да, я с удовольствием пойду на фильм очередной про супергероев. Ну, мне кажется, это дает надежду на то, что, может быть, чуть-чуть одумаются, и начнут все-таки не все подряд экранизировать все, что под руку попадется, очередная там «Человек-божья коровка» или еще что-нибудь просто как-то будут подходить более избирательно к этому контенту. «Человек-божья коровка» — это, кстати, Брэд Питт в фильме «Буллет Трейн», у него же было прозвище как раз, ну, не кодовое имя, «Божья коровка» у этого убийцы. Прекрасно, я не знал, это совпадение. Вот, и прямо вслед за этим появилась еще одна новость о том, что студия Warner, по-моему, отменила показ фильма «Бэтгелл». Причем, вот, как бы, новость такая достаточно серьезная, знаковая, так скажем, потому что фильм был уже снят, на него было потрачено там 90 миллионов, по-моему, что-то типа того. И вот в тот момент, когда все было готово и был, ну, только монтаж, видимо, шел, студия вдруг решила, что фильм вообще не выйдет, никто его не увидит. Значит, по какой причине сейчас спорят? То есть студия говорит, что у нас изменились приоритеты, мы решили, что мы будем все-таки выпускать фильмы не для стриминга, а для большого экрана, и, соответственно, это должен быть блокбастер, а, видимо, вот этот фильм по тестовым просмотрам до блокбастера как-то не дотягивал. И его, значит, решили зарубить на корню. Все, значит, плачут, потому что в роли Бэтмена должен был опять сняться самый первый исполнитель, ну, в новое время это Майкл Киттон должен был появиться в этой роли опять. Ну, и там был неплохой как бы кастинг, но вот почему-то это все вот так вот решили категорично, причем так вот закрыть. Кто-то говорит, что студия, ну, и опять же, вот возникает вопрос, как же так, неужели студия, потратил 90 миллионов, решит вот все это зарубить на корню полностью. Вот. И люди, знающие люди, говорят, что студия эти деньги отобьет на страховках и на каких-то там налоговых льготах. Я уж не знаю, как это происходит у них там в Голливуде, но, видимо, какие-то есть хитрости и тонкости налогообложения и прочее, в результате чего они могут как-то компенсировать эти затраты, в то время, как если бы они решили этот фильм выпустить на большой экран, как они сейчас хотят, то к 90 миллионам прибавилось бы еще, наверное, миллионов 150 только на этот постпродакшн, на рекламу, на какие-то вот такие вещи, и тогда им бы его окупить было бы очень сложно, если этот фильм не очень хороший, как намекают. Вот. Но, конечно, фанаты все равно недовольны, фанаты негодуют, фанаты хотели бы увидеть собственными глазами, насколько он плохо или хорош, но вот ситуация такова, создатели, режиссеры фильма тоже в шоке, потому что говорят, мы знать ничего не знали, уехали на выходные, и тут нам приходит сообщение, что, мол, все, можете ничего не монтировать, ничего, кино не будет. Вот. Ну, вот такая вот занятная новость о том, о нравах в Голливуде. Ну, и вот мы анонсировали в прошлый раз, хотели поговорить о том, вот почему постоянно Мартин Скорсезе снимает Леонардо Ди Каприо. Да. Мы решили об этом поговорить, потому что появилась новость о том, что как раз Мартин Скорсезе и Ди Каприо в очередной раз решили поработать вместе, это при том, что их новый фильм еще не вышел даже, его, по-моему, перенесли на следующий год, про... И вот как раз что-то там про детектив, про действие которого происходит в резервации. А они уже говорят о том, что они будут вместе снимать новый фильм. И это уже будет, по-моему, то ли восьмой, то ли седьмой их совместный проект. И мы подумали, что это очень занятно, когда вот связывает такой крепкий творческий... Связывается такой крепкий творческий тандем. Ты знаешь, вот я хочу сказать, что, как ни странно, для американского кино это немножко более сложный вопрос, потому что если мы говорим про такое большое коммерческое кино, там режиссер все-таки не является главным действующим лицом. Там главный продюсер и студия, которые решают, кому сниматься, а кто будет снимать. То есть это, в принципе, все как бы взаимозаменяемо. И, наверное, вот только такие режиссеры, как Вуди Аллен, Мартин Скорцезе, они, ну, такие творческие единицы, которые имеют право выбирать себе актеров и, ну... Диктовать, так скажем, свои условия. Потому что, действительно, в Америке, ну, как бы, режиссер, по большому счету, такая производственная профессия, вот прийти, проконтролировать съемку, сказать мотор, сказать снято, если вот проконтролировать, нужен ли еще какой-то дубль для... Ну, вот это к предыдущей новости, когда режиссерам фильма просто пришла смс-ка, можно сказать, о том, что, вы знаете, мы ваш фильм выпускать не будем, извините, до свидания. То есть, ну, вот этот показатель... Спасибо за работу, да, ну, вот ваш рабочий день закончен. И вот в этом смысле вот я хочу сказать, что такая традиция снимать своих любимых актеров очень была характерна для советского кино, где роль режиссера наоборот была, очень велика и, в принципе, всегда вот режиссер был именно царь и бог. Вот я очень хорошо помню, ну, вот как Рязанов, когда изменились правила игры в 90-е годы, он никак не мог примириться вот с этим, потому что он всегда был автором картины, то есть он чаще всего писал сценарий, он сам все контролировал, он сам подбирал актеров, у него были как раз-таки любимчики, сколько раз он снимал Мехкова, сколько раз вот Лия Хиджакова у него играла в фильмах, и в «Иронии судьбы», и в «Служебном романе», и в «Старых клячах», и, господи, еще в каких-то наверняка фильмах. Олег Басилашвили очень часто снимался в его картинах, он с огромным удовольствием работал с Андреем Мироновым, ну, то есть он как бы постоянно, у него были вот свои любимчики, с которыми он, здесь, наверное, есть свои плюсы и свои минусы. Плюсы в том, что когда режиссер работает постоянно с одним и тем же актером или актрисой, им не нужно притираться друг к другу, они знают уже прекрасно возможности каждой, свои, и это экономит время. А из минусов, конечно, это то, что публика не хочет смотреть, ну, чаще всего, если мы не говорим про там Троицу, Витцин, Никулин, Маргунов, у Гайдая, которые, ну, одни и те же персонажи, или там Демьяненко, который кочует из фильма фильм, но он один и тот же. Практически мы привыкаем, что это Шурик. А, ну, у хороших режиссеров, актеров тоже все-таки им нужно создать какой-то очевидный, но если это другая история, другой фильм, им нужно создать что-то, чтобы зритель не сказал, ой, ну да, Господи, это ж напоминает, это вот, ну, копия старого фильма, и тот так же сыграл, то есть, ну, там могут возникнуть эти две минусы. Но тоже как раз мастерство, говорит мастерство режиссера и мастерство актера перевоплотиться, например, Мехов в служебном романе и Мехов в «Иронии судьбы», это абсолютно два разных человека. Мехов в «Гараже», например, тоже, да, тоже там этот. Ну, и в то же время, вот, Марк Захаров, например, который снимал актеров по вполне понятным причинам своего театра, то есть, он их прекрасно знал как облупленных, и все его вот проекты, ну, там можно перечислять и перечислять, и тот самый Мюнхгаузен, и, господи, и прочее, 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 они все вот, ну, снимались одни и те же, одна и та же его трупа, но это ему тоже было близко. Мог стать, кстати, Гайдая, у Гайдая мог стать своим актером Миронов, он же снялся в «Бриллиантовой руке», и все ждали продолжения, а тогда Миронов снялся у Захарова в «Двенадцати стульях», а поскольку Гайдай снимал свою версию, ну, снял тогда пару лет назад свою версию, и он страшно возмутился, то есть, ну, ему было жутко неприятно, что Миронов изменил ему и снялся, ну, как бы, в конкурирующем фильме, который был буквально через пару лет снят, и он больше Миронова не снимал, ну, то есть, Гайдай был такой человек обидчивый, точно так же, как, если ты помнишь, это история с Маргуновым, который нахамил Гайдаю, то есть, пришел в просмотровый зал с девушками и громко сказал, да, чего-то Гайдай, мышей больше не ловит, и Гайдай, тогда, говорят, остановил проектор, сказал, почему посторонний в зале, холодным тоном, и больше с Маргуновым вообще не общался, и, ну, доснял он тогда, вот эту кавказскую пленницу, но с Маргунова больше никогда не снимал. Ну, это я просто вот говорю о том, вот ситуации вот в советском кино, кстати, в российском тоже очень часто, вот, Константин Хабенский у Тимура Бекмамбетова очень часто снимался, вот, начиная с ночных дозоров, и он в дневном дозоре, в иронии судьбы продолжения, выкрутасы, и даже когда Тимур Бекмамбетов снимал особо опасен, Wanted, в Америке, он взял Хабенского тоже на небольшую роль. Ну, тем не менее, несмотря на то, что ты так говоришь, в Голливуде тоже очень достаточное количество таких тандемов, вот, я как-то так поскрулил, посмотрел, что там, вот тот же Мартин Скорсезе, кроме Леонардо Ди Каприо, он, значит, обожает работать с Робертом Де Ниро, у них 9 совместных проектов было, ну, первое, что вообще приходит на ум, кстати, не они, а Тим Бертон и Джонни Депп. Вот, странный режиссер приглашает странного актера во все свои странные фильмы, для странных персонажей, то есть, реально, у Тима Бертона достаточно такое, необычное, как бы, видение картины, и он знает, видимо, что Джонни Депп готов, как бы, следовать его указаниям, готов к неожиданным образом и прочее, и это вот, этот тандем, как бы, очень хорошие фильмы, нам дал, очень интересных персонажей, ну, как бы, все, наверное, знают, о каких идет речь. Обрати внимание, что еще и, также он снимал актрису Хелену Боннэм-Картер, которая, ну, была его женой. Да, это была женой, поэтому, видимо, она ему там дома что-нибудь сказала, не дай бог, кого-то другого пригласишь, возможно, так. Вот, ну, примерно та же история с братьями Коэнами и Фрэнсис Макдорман, которая является женой одного из братьев, она тоже у них постоянно во всех их картинах фигурирует, так или иначе. Вот, ну, еще что, кто у нас? Квентин Тарантино и Сэмюэлл Джексон, как бы, во всех фильмах так появляется хоть где-нибудь практически. У Родригеса можно вот Дэнни Трехо вспомнить, потому что, ну, и Сэль Махаек, они все там из одного, видимо, мексиканского городишки. И Антонио Бандераса. Да, и поддерживают друг другу эмигранты. Вот, Кристофер Нолан, вот он зовет Майкла Кейна во все свои фильмы, пусть не на главные роли, на второстепенные, но во всех... Даже вот в фильме Теннет, который вообще там у Кейна малюсенькая роль, просто ощущение такое, что вставная там, но тем не менее, вот он ему дал просто вот как бы такую ключевую, там, монолог на пять минут. У Люка Бессона, особенно в первых, его первое время, обязательно Жан Рено снимался, ну, видимо, как талисман, просто принесшему удачу, все его первые фильмы с Жаном Рено были. Если заглянуть еще чуть-чуть поглубже, у Ингмара Бергмана очень часто снимался Макс фон Зюдов, шведский актер, потрясающий он его снял, снимался и в седьмой печати, «Девичий источник», «Земляничная поляна» и вообще практически вот вся вторая половина 50-х годов, но они, кстати, сотрудничали не только в кино, но еще и в театре в Мальмё. То есть он говорил, что мы зимой играли в театре, летом снимали в кино, и так вот прожили конец 50-х, 60-х, и последняя вот их картина совместная была в 72-м, после чего Бергман, ну, тогда ушел из кинематографа, а тогда вот Макс фон Зюдов уехал в Голливуд, его буквально рвали на части, потому что, ну, актер, который снимался у великого Бергмана, у него такая была уже репутация, но отчего он, кстати, очень переживал и стонал, потому что, говорит, все хотели, если нужно сыграть какую-то такую культовую, демоническую, фигуру там философскую, сразу вспоминали, седьмая печать Бергман, вот он, значит, Макс фон Зюдов, говорит, сколько мне было таких предложений сыграть религиозные роли, какие-то сатанистские роли, в общем, говорит, я просто уже устал от того, что мне предлагают одно и то же. 11 раз он играл у Бергмана. Ну, вот это показатель того, что, наверное, режиссер может все-таки повлиять на студии, и как бы говорит о том, что это важно, когда между режиссером и актером возникает вот это вот творческое согласие, так скажем, потому что у каждого свое видение, актеры бывают капризные, режиссеры тоже бывают капризные, как мы знаем, читаем новости, и вот когда им удается как-то притереться к друг другу и понимать вот эти вот капризы друг друга, и это, ну, важно, и поэтому так или иначе режиссеры тянут за собой понравившихся им актеров дальше и дальше. Вот, например, если мы смотрим новый фильм Уэса Андерсона, не глядя даже, можно точно сказать, что там обязательно снимется Билл Мюррей. В какой роли, неважно, в последнем фильме он играл практически покойника, то есть большую часть фильма он просто лежал на столе в мертвом виде, но этого было достаточно. То есть, ну, плюс там еще целый плеяда у Уэса Андерсона, любимых актеров, которых он тянет из фильма в фильм, и при этом абсолютно не тяготится тем, что они как бы вот одинаковые или прочее. Ну, опять же, я говорю, это все зависит от таланта и режиссера, в первую очередь, и актера. Если режиссер уверен в таланте актера, что перевоплощение его, то, в принципе, его это не должно пугать. Ну, и вот, в принципе, какое-то ощущение, иногда бывают дружеские связи, поскольку, вот есть хороший пример, Сэм Рэйми, автор ужасников, учился в школе в одном классе с Брюсом Кэмпбеллом, который принимал участие вот в первых его экспериментах с камерой Супер-8, еще в колледже, и получилось так, что из первых этих фильмов, из первых ролей он своего школьного приятеля, друга, вывел на большой экран, и тот снимался и в Зловещих мертвецах, и в Человеке тьмы, и в сериале Зена Королева Войнов и многих-многих других. Да, Гай Ричи и Джейсон Стейтхэм, кстати, тоже, вот они часто сотрудничают, и, наверное, такие... Да, начиная с первых этих «Карты, деньги, два ствола культовых» и дальше, дальше, ну, то есть, то их там разводят чуть-чуть, но потом, когда Гай Ричи экспериментировал с жанрами, там Аладдин снимал и прочие какие-то, «Меч Короля Артура», а потом, когда он возвращается в именно такое британское гангстерское кино, он опять зовет Стейтхэма вот в «Джентльмены», например, тот опять. И в новом фильме, кстати, тоже, вот, который еще не вышел, который там переснимают, тоже Стейтхэм присутствует. Ну, можно, в общем, подводя итоги, сделать выводы, что, ну, в этом сотрудничестве скорее зритель выигрывает, и вот какая-то такая постоянная актерская труппа, которая сопровождает режиссера, это, в принципе, с одной стороны, если говорить в Голливуде, это привилегия, наверное, режиссера, возможность комфортно себя чувствовать, возможность выбирать тех, с кем ему приятнее работать, ну, а не то, что вот Иванов, будете там садить за парту с, там, Петровой. То есть распределяют таким образом волонтаристски. Ну что же, спасибо огромное, наверное, на этом мы будем сегодня завершать программу «Синема». Владимир Веселов, Олег Пеков были с вами. Всем хороших фильмов, и до следующего раза, до следующей среды. Да, всем пока.